всем добрый день с вами снова роман четвертных и сегодня мы с вами говорим о всей правде о компании электролюкс само собой речь не только об электролюксе речь об эгэ речь о занусе и обо всем этом шведском бренде компания существует уже очень давно самого начала 20 века и концу 20 века компания стала одним из мировых лидеров она занимала второе место в мире после компании вирпул благодаря выходу на американский рынок восьмидесятые годы начала двухтысячных годов компания была абсолютным лидером рынка не только в америке но и на территории юго-восточной азии в австралии и занимала второе место иногда переходя в первое на территории европейского рынка на к дальше что-то пошло не так ситуация изменилась компания стала постепенно постепенно скатываться сначала третье место четвертое пятое и затем оказалось фактически у подножья этой десятки что же происходит сейчас электролюксом какие продукты можно покупать и какие продукты покупать не стоит а какие стоит покупать с опаской сегодня мы с вами об этом поговорим еще совсем недавно можно было сказать что на компании электролюкс можно абсолютно положиться и купить любой прибор и он будет абсолютно качественным и надежным например в 2005 году компания электролюкс открывает санкт-петербурге завод по производству стиральных машин и планирует начать здесь производить и холодильники и многое другое однако они столкнулись с очень большой неприятностью с которой столкнулись все производители на российском рынке из-за определенных условностей связанных с тем что здесь требуется локализация значительное количество элементов прибора должна производиться здесь соответствующего качества здесь добиться невозможно то есть здесь можно изготавливать только самые простые детали железо картон полиэтилен все что является сложно технологичным продуктами здесь производить крайне небезопасно потому что стандартизация качества очень и очень низкая две подряд приходящие фронтальные панели стиральной машины могут иметь абсолютно разные стандарты качества и надежности в результате этому 2010 года компания электролюкс принимает решение о закрытии здесь завода потому что не в состоянии удержать качество при сохранении цены нужно либо делать производство еще более дорогим чем в европе либо соответственно снижать качество на тот момент электролюкс не идет на это и просто сворачивается и уезжает на долгое время продукции электролюкс не то что исчезает но заметно сокращается на российском рынке если брать сейчас ситуацию например с холодильниками то она удручающая холодильники представленной компанией электролюкс на российском рынке можно пересчитать пальцами одной руки их больше просто напросто нет по такой цене по которой делает электролюкс продать их здесь невозможно а удешевлять электролюкс очень долгое время приборы не хотел либо потому что у нас рынок неинтересный либо потому что это было экономически невыгодно но ситуация относительно недавно стала меняться и сейчас модельный ряд холодильников электролюкс в россии также начинает расти тем не менее основная масса преимуществ компании электролюкса на была незаметно утеряны ведь еще несколько лет назад все отлично знали о том что электролюкс делал первый в мире прибор оснащен на электронным термощупом электролюкс делал первый прибор массовый который имел функцию приготовления с паром я сделал один из первых приборов оснащенной технологией приготовления suvit и очень многие подобные вещи они были на слуху. Однако сейчас они ушли и этих функций в Electrolux практически не осталось. На данный момент времени процентов на 50 Electrolux копирует Bosch. Это касается варочных поверхностей прежде всего. Именно здесь наибольшая симметрия наблюдается на этом рынке. Итак, начнем мы с вами с духовых шкафов. Фактически все серии духовых шкафов Electrolux вплоть до 8 серии это обычная простейшая механика. Это приборы, которые составляют конкуренцию разве что духовым шкафам под маркой Beko и горение в самом бюджетном сегменте. Но при этом Electrolux имеет цены на духовые шкафы и 40 и 50 и 60 тысяч и все эти приборы вплоть до сегмента около 70-80 тысяч простейшие. У них механическая система контроля температуры, точность поддержания температуры довольно низкая. Тем не менее там много функций, но воспользоваться ими довольно проблематично. Понятное дело, что непритязательному пользователю и этого вполне достаточно. У него стоит Electrolux, настоящая европейская техника, но у нас не принято готовить в духовых шкафах. Если люди и готовят, то чаще всего они даже не знают о том, как это нужно делать. Им достаточно того, что духовка способна затушить мясо, либо приготовить пирожки. О том, что духовые шкафы за эти деньги способны на гораздо большее, большинство людей не знают, потому что даже не пробовали. И соответственно здесь совершенно спокойно за большие деньги можно продавать пустые духовые шкафы, в которых практически ничего функционального не существует. Настоящие качественные приборы у Electrolux начинаются, начиная с 8 серии. Это приборы стоимостью 70, 80, 90 тысяч. В том числе и приборы, имеющие функцию приготовления на пару. Но и тут не все просто. В отличие от других компаний, которые пошли вперед, Electrolux в своих приборах очень давно не менял многого. Это означает, что в функционале духовых шкафов есть ахиллесовые пятые. Самое известное из них это приготовление на пару. В то время, когда все производители пошли по пути установки помпы двойного действия, то есть помпа, которая выкачивает воду из танка и потом после использования скачивает конденсат, либо неиспользованную воду назад, и вам достаточно вытащить танк и слить оттуда воду. У Electrolux для того, чтобы слить воду, вам нужно выдернуть пипетку, подставить стаканчик и каждый раз туда сдаивать остатки воды. Издевательство еще то. И я отлично понимаю, что человек, который купил в магазине данный прибор, он счастлив до того раза, пока он наконец не решится готовить на пару. После того, как он решится, приготовит один раз, он отложит это приготовление на пару точно так же, как он отложил термощуп, чтобы им больше не пользоваться. По поводу термощуп, кстати, тоже интересная история. Мы ведь с вами понимаем, что в большинстве случаев термощуп не востребован пользователем. Есть исключения. И чем больше будет комментариев, что да, у меня термощуп, я им пользуюсь, тем больше это исключение доказывает правило. То, что в данном случае основная масса людей термощупом так и не смогла воспользоваться. Почему? Потому что это сложный инструмент. В принципе, можно его воткнуть куда угодно. И в баклажан можно воткнуть термощуп и радоваться жизни. Ну, у меня с термощупом приготовился. Но суть термощупа в том, что он позволяет нам довести мясо до готовности с точностью до 1 градуса. Чтобы готовить мясо с точностью до 1 градуса, нам необходимо, чтобы во первой духовке была система электронного контроля температуры. Если это не так, то ваше мясо снаружи все равно перепечется, а изнутри все равно будет недоготовлено. Очень много различных условностей, но если вы другого не видели, то и это вполне нормально. Поэтому, если вы хотите приобрести духовой шкаф для красоты, Electrolux идеальное решение. У него есть два эксклюзивчика. Первый эксклюзивчик абсолютно белый духовой шкаф, у которого все белое. И ручка, и программаторы, и дисплей, и все белое вообще. И второе решение нет абсолютно черный духовой шкаф, где все черное. И ручка черная, и программаторы черные, и кнопочки черные. Такого больше нет ни у кого. Сколько раз я не пытался найти, чтобы был абсолютно черный духовой шкаф только у Electrolux. Почему больше никто не может сделать, я не знаю, но Electrolux молодец. С точки зрения дизайна, Electrolux у 5 баллов, потому что вот этот сегмент вообще не освоен. И люди, даже если не хотят Electrolux, но хотят, чтобы была абсолютно белая духовка, либо абсолютно черная духовка без серебра, они вынуждены покупают именно духовые шкафы этого производителя. По поводу техники, которую Electrolux поставляет на рынок Икея, мы с вами поговорим отдельно. Через неделю выйдет видео, посвященное именно этому. Какую технику в Икее можно покупать конкретно по моделям, а какую не стоит покупать и почему. Теперь давайте перейдем к варочным поверхностям. Если с духовыми шкафами можно еще говорить о том, что да, в 8-9 серии можно покупать и можно нормально готовить, закрывая глаза или один глаз на пар, то с варочными поверхностями все не так уж и просто. Несколько лет назад компания Electrolux удешевляет стеклокерамику. И вместо стеклокерамики 5 и 6, то есть 500 и 600 градусные, на индукционные приборы начинает ставить обычную троечку. Это стеклокерамические поверхности, которые выдерживают температуру 300 градусов. С одной стороны, ничего страшного нету, потому что индукция больше-то и не нагревается. Но проблема в том, что само стекло другого качества. И это стекло, оно начинает царапаться. То есть царапин на нем появляется гораздо раньше, чем на любой стеклокерамике высокотемпературной. Поэтому, если вы убираете электролюкс в качестве электрической плиты, не индукционной, здесь все в порядке. Берем совершенно спокойно. Если берете индукционную плиту, заранее будьте готовы к тому, что царапины могут появиться очень и очень скоро. Понятное дело, что все зависит от того, как часто вы готовите, какую вы используете посуду, кладете вы какой-нибудь силиконовый коврик. Но, в принципе, она склонна к этому. И царапины будут возникать даже от обычной губки, которой вы можете ее потереть. Я уж не говорю, сравнивая ее с шотовской керамикой. Поэтому на электролюкс в каких моделях всегда идет ссылка рядом с буковкой K, которая стыдливо пишется мелким непонятным текстом от Еврокера, еще идут цифрыки допусков максимальных температур, которые там используются. Поэтому в данном контексте, конечно же, если вы собираетесь готовить и у вас чисто утилитарный смысл покупки индукционной варочной поверхности, я, конечно же, советую электролюкс обходить стороной. Даже если он сделан для Икеи, либо сделан для электролюкса, или сделан для ЭГ. Если мы копнем чуть глубже, мы вспомним о том, что электролюкс сам не делает индукционные варочные поверхности. Он их заказывает на стороне, и где он их заказывает, тоже несложно догадаться. Первый момент, наиболее интересный, это сенсор жарения. Сенсор Фрайн называется он здесь. Ничего не напоминает? Сенсор жарения есть во всех прямоугольных комфорках от Bosch Siemens на протяжении уже последних пяти лет, и во всех моделях премиального сегмента уже лет 15. Причем те же самые настройки, те же самые функции, то же самое меню. То есть в данном случае они абсолютно одинаковы. И если, например, у Bosch Siemens 17 уровней мощности, то у электролюкса их 14. То есть, как бы, чтобы не было похоже, но то же самое. Теперь про систему Sensor Boil. Sensor Boil это технология, которая была придумана в конце 80-х, начале 90-х годов и ставилась фактически во все варочные поверхности. Суть ее заключается в том, что в приборе определяется, в зависимости от типа используемой кастрюли, количество воды, время закипания жидкости вашей кастрюли. То есть Sensor Boil, оно работает при идеальных условиях. Когда у вас идеальные условия, правильная кастрюля, правильная вода, но если что-то не так, вы налили воды больше, либо налили ее меньше, чем было прописано в инструкции, то в этом случае ждите сюрприз, что он не сработает физически. Поэтому у Sensor Boil вот это данное нужно делить на два. Частота несрабатывания этой системы, она довольно высока. Рассчитывать на нее, например, поставить кастрюлю на девятку и уйти выгуливать собаку в надежде, что у вас само 100% выключится, конечно же, не стоит. Но тем не менее, сама подача, сам маркетинг великолепны. Ни у кого больше этой технологии нет. Хотя на самом деле она есть абсолютно везде. Следующая функция Power Slide. Фактически в каждой модели Bosch Siemens с прямоугольными конфорками такая функция присутствует как минимум с 2015 года, когда вы, вводя сковородкой или кастрюлькой по поверхности, меняете установленную мощность. То есть также изобретение не очень такое яркое, я бы сказал. И абсолютно недавняя новинка – это термощуп, работающий по Bluetooth-технологии в варочных поверхностях. Изобретение потрясающее. Как раз подходит Electrolux, который сделал первый в истории термощуп для духовки. И он же сделал термощуп для приготовления сувид на варочных поверхностях. Однако изобретение, оно довольно странное в том плане, что вы можете купить эту варочную поверхность за 100 с лишним тысяч, либо вы можете купить духовку сувид за 80 тысяч. Что лучше? Готовить замкнутые духовки и уйти совершенно спокойно гулять, либо ждать, что у вас 6, 7, 8, 10, 15 часов будет горячая кастрюля стоять на поверхности. Из нее будет испаряться влага и, само собой, сказать, что это не повлияет на влажность на кухне, на температурное ощущение на кухне было бы сложно. Поэтому, если, конечно, у вас есть духовка сувид, но она занята и там что-то готовится, и вы хотите приготовить что-то еще, то термощуп подойдет как нельзя кстати. Но, в принципе, он абсолютно бесполезен, потому что, если у вас хватило денег на приобретение этого прибора, то, скорее всего, у вас хватило денег и на покупку духовки-пароварки, которая держит температуру гораздо точнее, чем этот термощуп. Плюс этого термощупа еще и в том, что его можно использовать на удалении. Его можно воткнуть, предположим, в мясо в духовке, либо, например, подмышку поставить, измерить температуру у себя. Станет, когда 39, у вашего варочная поверхность запищит, то есть у вас температура поднялась. В остальном же он абсолютно бесполезная штука. Теперь о системе Hop2Hunt. Потрясающая штука, придуманная несколько лет назад. Фишка заключается в том, что в варочной поверхности располагается Wi-Fi-передатчик, а в вытяжке располагается Wi-Fi-приемник, и как результат позволяет при включении вытяжки, при выборе мощности, управлять мощностью вытяжки. А все было бы ничего, если бы не цена и бесполезность этой штуки. Бесполезность в плане того, что она реагирует на мощность вашей комфорты. Она не знает, что вы готовите. Жарите вы сейчас и варите. На девятке вы совершенно спокойно можете как варить что-то, так и жарить что-то. На семерке вы можете варить и жарить. И, как вы понимаете, количество и тип испаряемых ингредиентов, жира и пара, он кардинально отличается в сковородке и в кипящей кастрюльке. А вытяжка будет ставиться на одну и ту же мощность. То есть подстроить ее правильно будет проблематично. Она всегда будет немножко переигрывать. То есть датчика контролирующего загрязнения воздуха, температуры воздуха в вытяжках нет. А вот то, что касается цены, цена несусветная. За обычную вытяжку, которая стоит на рынке около 50 долларов, за счет установки блока Wi-Fi компания Electrolux хочет с вас получить фактически 300 долларов. 50-300 за Wi-Fi блок. Ну, вы извините меня. Вы можете купить умную розетку Xiaomi или еще какую-нибудь более дешевую и заставить ее работать от вашей варочной поверхности просто так. Поэтому вытяжки у Electrolux хорошие. Идея хуп-хуп контрол хорошая. Но вот исполнение получилось не очень удачное. Одним из главных коньков компании Electrolux являются стиральные машины и сушильные автоматы. Они и правда вне конкуренции. Когда вы убираете себе встраиваемую стиральную машину, это самое бюджетное, что можно купить. При этом качество прибора, оно очень и очень высокое. Кроме того, EG Electrolux является еще и лидером в стирально-сушильных автоматах. Буквально два года назад они выставили на рынок потрясающий прибор. Это первый в истории, ну и пока последний, стирально-сушильный автомат, оснащенный функцией теплового насоса. Штука потрясающая. С точки зрения работы на сушку теперь не требуется вода. Прибор сушит белье с помощью низкой температуры теплового насоса и еще более низкая температура позволяет извлекать оттуда влагу. Поэтому воздух в помещении практически не нагревается, хотя он и в обычных стирально-сушильных автоматах тоже не нагревался, потому что там охлаждение шло с помощью воды. Расход электроэнергии заметно снижается. Это важный момент. И при этом есть недостаток. Это все-таки стирально-сушильный автомат. Объем барабана его небольшой, поэтому максимальное количество белья, которое можно туда запихнуть, составляет около 3,5 кг. Хотя производители пишут и о 6 кг, а о 7. Но мы-то с вами знаем, что на сушку 1 кг белья требуется 16 литров воздуха внутри. Поэтому при объеме барабана 50 литров туда влезает 3 кг. При объеме 60 литров 3,5 кг хлопка. А синтетики вылезает еще меньше. Поэтому, в принципе, это бюджетный вариант. Правда, бюджетный вариант с тепловым насосом, который стоит 1500 евро. Это, конечно, дороговастенько. Поэтому единственный клиент этого – это те люди, у которых нет большой семьи, которые стирают и сушат довольно редко, либо у которых все это покупается в квартиру для пиджака. Все-таки, как бы то ни было, лучше покупать приборы раздельные. Мы много раз об этом с вами говорили, но при этом еще есть одна очень важная деталь. Электролюкс и АЕГ делают отличные стиральные машины и отличные сушильные автоматы. То есть в качестве их не упрекнешь. Поэтому даже при покупке раздельных приборов у Электролюкса во многих стезях альтернативы какой-то нет. Однако, если говорить, например, об узких машинах, производство которых Электролюкс перенес в Украину, у них проблема. Дело в том, что если Бош пошел по пути удешевления, но хорошего, чтобы создавать узкие стиральные машины, решил не тратить на это энергию силы, он стал делать узкие на базе полноразмерных, оснащая их тремя амортизаторами, такими же движками, такой же прошивкой, то Электролюкс не стал ничего менять. И по сути нынешнее поколение узких стиральных машин АЕГ Электролюкс, оно ничуть не отличается от моделей более старых. И когда время потребовало, чтобы люди смогли использовать эти машины как стройку, чтобы они не вибрировали. Электролюкс по-прежнему старая платформа и по-прежнему машины эти, это машины, скажем, дополнительные. И как основной прибор, конечно, Электролюкс как бы не позиционирует их. То есть большая машина вот у нас стоит, берите ее, а маленькие машинки, они вот как такие пасынки. Еще один сегмент, который мы не можем с вами упустить, это, конечно же, посудомоечная машина. Посудомоечная машина это один из таких больших, наверное, провалов компании Электролюкс. Электролюкс делает чудесные по качеству приборы, претензий к ним нет вообще. А в отличие от Боша, у которого вылетают через несколько лет, перегорает тент, текут прокладки, ведущие их помпи, отваливается дверца, чем только не встречались люди. Электролюкс, подобные проблемы, они если и встречаются, то не массовые, единожды и по качеству претензий нет никаких. Но есть одна очень важная деталь. Несколько лет назад компания Электролюкс заметно снизила ресурсы своих приборов, то есть в данном случае для снижения стоимости она поставила более низкотемпературный нагревательный элемент, который нагревает воду гораздо слабее, что позволяет сэкономить электроэнергию. Но кому здесь нужна экономия электроэнергии? При этом температура воды снижается. И второй момент она снизила давление на помпе, что дало возможность ставить более простую, более дешевую помпу. При этом сами по себе приборы чудесно насыщены. У них есть и система двойного кромысла, не двойного, да, вот планетарного кромысла с диском внизу. Само собой, это система быстрого доступа, которая называется комфорт лифт. Потрясающая штука, когда нижняя корзинка поднимается вверх, и вам не нужно нагибаться к этой корзинке, все находится без нагрузки на ваш позвоночник. Штука потрясающая. Но если машина не моет, то какая разница, как поднимается ее корзина? Вести с полей за последние полгода количество жалоб, которые лично услышал я от людей с видео, с фото, приходя к людям лично, это невероятное количество. Люди покупают эти приборы, ставят домой, и они недовольны качеством мытья. Довольны те, у кого не было раньше посудомоечной машины. Они не знают, что может быть иначе. О том, что бывает когда-то действительно чистая посуда, без разводов, без потеков, просто чистая. А здесь же, если люди когда-то пользовались прибором и перешли к электролюксу, то есть у них был старый электролюкс, они получили новый, у них разочарование. Кстати, касается не только электролюкса, но и других производителей того же самого Bosch, когда люди имели 15 лет старый Bosch и получают новый Bosch, они крайне недовольны. Но там другое недовольство, там скорее ощущение, а здесь это не ощущение, а то, что мы видим. Поэтому электролюкс рекомендует использовать только фирменные средства, которые совместно с компанией Ferry были разработаны. Но вообще для европейского рынка это не столь страшно. Дело в том, что в Европе даже обычная химия, даже обычные таблетки, не обязательно Ferry, имеют несколько другой состав. В качестве основного элемента активатора в них используются так называемые циолиты, которые работают более активно, менее агрессивно, менее вредно для окружающей среды, но тем не менее они работают более активно и они работают нормально при низких температурах воды. Поэтому в Европе люкс с этими проблемами не сталкивается. В России же он сталкивается повсеместно, потому что таблетки максимально удешевлены. У нас таблетки стоят дешевле, чем в Европе. Не потому что у нас что-то там не так, а потому что состав другой. С импортными таблетками все еще более-менее нормально. С нашими таблетками у нас возникает определенная проблема. Тем более, когда эти таблетки удешевлены, нарезаны в два раза и так далее. Поэтому качество мытья – это первый минус. Второй минус – это открывающаяся дверца. Кто-то скажет, что это плюс. Я всю жизнь не мечтал об этой открывающейся дверце. И он, например, у того же Bosch тоже дверца открывается. В общем, все об этом знают. Bosch уже, наверное, лет пять делает машину с открывающейся дверцей. Последние два года вся новая платформа оснащена данной функцией. В России она заблокирована. Не могу сказать, например, про Украину. Но в России эта функция заблокирована физически. Хотя в машинах она предусмотрена изначально. Дверь открывается для того, чтобы без дополнительного расхода воды и времени посудомоечная машина избавилась от влаги и высушила посуду. Сказать, что это сушка, было бы некорректно. Потому что с таким же успехом вы могли просто открыть дверцу в любой посудомоечной машине, и она точно так же бы высохла. Поэтому сказать, что это какая-то специальная, инновативная сушка, наверное, просто-напросто некорректно. Работает, позволяет экономить электроэнергии и привлекает внимание. Маркетинг потрясающе. Количество людей, которые приходят в магазине со словами, как уроки «Сыр! Нам открывающуюся дверцу!» Оно гигантское. Зачем она нужна? И как ей нанесет плюсы и минусы, людей не особо интересует. Чаще всего люди думают, что если дверца не открыта, оно высохнуть не может. И, собственно, электролюкс это навязывает буквально каждому покупателю, который существует. Закрытые дверцы невозможно ничего высушить. Если не упоминать, как оно сушится у других производителей, то покупатель думает, да, действительно, в закрытом помещении, где закрыта дверца, ничего сохнуть не может. О том, что есть такое понятие, как теплообменник, о том, что есть такое понятие, как турбосушка, теплообменник тот же самый «Милит», то теплообменник тот же самый «Боша», Турбосушка, которая есть у тех же самых АСКО и МИЛИ, пожалуйста, оно существует. Циолитная сушка, да, от БСХ. Но это неважно. В данном контексте закрываются глаза, и вам говорят, что за закрытой дверцей ничего не высохнет, только будет неприятный запах. С чего в посудомоечной машине может возникнуть неприятный запах? Скажите мне, если вся посуда стерильная. Она может возникнуть только от того, что посудомойка плохо помыла посуду. Если вы говорите о том, что дверца открывается для того, чтобы не было неприятного запаха, значит, вы подразумеваете, что ваша посудомоечная машина плохо мыла. А плохо мыла означает, что мыло при низкой температуре. Таким образом, люкс убивает двух зайцев, как мне кажется. Первое, это досушивает посуду. И второе, нивелирует тот факт, что посуда была не очень качественно помыта, ни на очень высокой температуре, поэтому и запахи тоже оттуда уходят. Ну и последний сегмент, с которого мы с вами начали, который мы с вами немножко затронули, это, конечно же, холодильники. То, с чем электролюкс справляется великолепно, но в российском рынке был практически не представлен. Если мы возьмем с вами рынок Украины, Прибалтики, Польши, Европы, даже Израиля, там электролюкса очень много, невероятно. И под ЭЭГ, и под электролюксом, и под Зануси, он буквально везде. Он делает соло-холодильники в десятках исполнениях различных вариантов видов и форм. Эта встройка невероятная по своему качеству, которая сравнима, в принципе, и с лидерами рынка, и с Бошем, и с Липхером, ну и, собственно, их производными, это Сименс и Миле. Но вот на российском рынке она практически недоступна. И когда мне приходится подбирать кому-то холодильники, я вижу их, но я понимаю, что покупатель не может их купить. А холодильники электролюкс очень и очень достойные. Причем это касается не только приборов, которые продаются в рознице, но и тех приборов, которые электролюкс реализует через Икею. Единственный момент, они стоят довольно дорого. Дело в том, что электролюкс в холодильнике для российского рынка не удешевляет. С одной стороны, это минус, с другой стороны, это значительный плюс, потому что, найдя здесь электролюкс, чаще всего вы покупаете очень качественный холодильник. Другой момент, что вы его с трудом найдете. Электролюксов практически нет на российском рынке, и даже, ищая их просто в гугле, вы выясняете, что вроде как он где-то есть, но вы начинаете интересоваться, а его на самом деле там и нет. На данный момент времени огромное количество приборов электролюкс полностью копирует приборы других производителей. Это касается многих других приборов, но не стиральных машин, где электролюкс, как и в холодильниках, очень хорошо себя чувствует. Тот же самый айдоз от электролюкса, я считаю, что является одним из самых удобных айдозов, потому что у него есть две канистры для жидких моющих средств, и две канистры для сыпучих либо отдельных ингредиентов. То есть четыре канистры, это гораздо удобнее, чем три, как используется в других брендах. Поэтому эта фишка, она потрясающая. Если денег хватает на электролюксский айдоз, и вы его все-таки нашли в магазинах, то, само собой, это то, что можно вполне покупать и не отказывать себе в удовольствии. Ну и из неприятных моментов, думаю, что многие знают, в 2018 году компания Электролюкс была во Франции оштрафована за ценовой сговор с такими производителями, как Bosch, Candy. Собственно, они договорились о поднятии цен, потому что, фактически, будучи одним из лидеров рынка, вы совершенно спокойно можете сговариваться и поднимать, либо опускать ценовую планку. В России это довольно сложно отследить. Здесь нет конкуренции в ритейле, и, по сути, две компании, которые занимаются торговлей в России в рознице, полностью рулят этим рынком. Поэтому, что творится с производителями, сложно сказать. Но то, что Электролюкс сросся давно с компанией Bosch по многим позициям, это легко может увидеть любой человек, который, в принципе, способен открыть каталоги и посмотреть на них. То есть, уникальных технологий во многих приборах просто нету. Они просто копируют то, что делает другой производитель, и делают те же самые приборы. Итак, духовые шкафы Электролюкс можно покупать, стоит покупать только в самом премиальном сегменте 8 и 9. И то только в том случае, если вы готовы каждый раз за пипетку дергать и сливать оттуда воду в конце. Все, что модели ниже, не стоят внимания по определению, потому что по качеству выпечки тот же самый Беко, тот же самый Горенье. Ничуть не хуже этих производителей. Совершенно спокойно можете их брать. Я уж не говорю о каких-нибудь турецких Джеки и так далее. Варочные поверхности. С одной стороны, это хорошие вещи, интересные. С другой стороны, электрические поверхности. Советую покупать индукционные варочные поверхности. Я не могу порекомендовать покупать. Я никому их не рекомендую. И насколько это возможно, наоборот, отговариваю от покупки именно электролюкса. Исключение составляет как раз модели Худ-то-Хоп или Хоп-то-Худ, как бы они ни назывались. Но проблема в том, что это единственный производитель, который массово делает подобные приборы. И при этом вытяжки его стоят безумных денег. И варочные поверхности при этом, они не очень качественные индукционные. Поэтому, по большому счету, сам набор только ради набора. В гостевую кухню? Пожалуйста. Но если кухня, на которой вы собираетесь готовить, ее лозить сковородками, это не самое лучшее решение. Вытяжки Электролюкс – великолепные продукты. Многие из них достойны особого внимания. Но смотрите на цену. Потому что цены на многие продукты, они завышены в несколько раз. И у других производителей, не менее именитых европейских, вы можете купить подобные вытяжки в два, а то и в три раза дешевле. Стиральные машины и сушильные автоматы Электролюкс вполне достойны внимания. Я не могу сказать такого полностью про узкие приборы. Нужно смотреть и убирать. Но полноразмерные приборы, встроенные стиральные машины и сушильные автоматы очень достойны внимания. И несмотря на низкие характеристики в бюджетном сегменте и хорошие характеристики в премиальном сегменте, все они достойны своих цен. Как минимум на данный момент времени цена стоит того, чтобы их приобрести. Посудомоечные машины. К сожалению, несмотря на потрясающие фишки внутри, я не могу порекомендовать их покупать по причине того, что не определено качество мойки. Нет, если вы живете в Евросоюзе, если вы смотрите из Прибалтики, из Франции, из Польши, из Финляндии, из Великобритании, нет вопросов. Совершенно спокойно можно покупать. Но если вы вынуждены приобретать химию здесь, для вас это важный момент качества мытья посуды, и вы когда-либо уже владели посудомоечной машиной, тем более владели электролюксом, то вас, несмотря на все лифты, вполне вероятно ждет большое разочарование. Ну и, конечно, холодильники. Холодильники достойны внимания, особенно это касается встройки, особенно это касается уникальных приборов, то есть цельных холодильных камер, которые во многом конкурируют с ведущими европейскими производителями. Но, опять же, их очень и очень мало, и достать их, найти их в магазины, задачи практически невозможны. Как и у других брендов, в электролюксе именно российская команда формирует матрицу, решает, что сюда возить и в каком исполнении. Поэтому то же самое стеклокерамика может быть вполне хорошего качества, и посудомоечные машины тоже могут качественно мыть. Но почему выбраны именно эти приборы, которые разительно отличаются от моделей, поставляемых на европейский рынок, у них другие фибы, у них другие детали, это уже отдельная история. Но, опять же, обвинять в этом электролюксе, наверное, было бы некорректно, поскольку электролюкс, как и любая другая компания, желает, чтобы их купили. Поэтому она готова пойти на определенные риски, не всегда отправданные, чаще всего неоправданные и несущие неприятные последствия, для того, чтобы снизить цену на эти приборы. Если вам требуется услуга по подбору бытовой техники, если вы хотите купить технику для дома и хотите получить необходимую консультацию, пожалуйста, обращайтесь ко мне. В описании этого видео есть ссылка на мой сайт, где можно заполнить анкету и получить всю исчерпывающую информацию о приборах и подбор всей техники для вашей кухни. Всем огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал. До будущих встреч, до свидания.